Гой еси, дорогие зрители, не лепо ли нам, братья, начайте старыми словесами повесть трудную о мягкой силе российской. Начайте же эту песню по былинам сего времени, а не по замышлениям Россотрудничества. Но прежде чем начать разговор о мягкой силе, напоминаю, обязательно подпишитесь на канал и поставьте этому видео лайк. Это поможет мягкой силе нашего канала влиять на алгоритмы ютуба. А еще подпишитесь на наш бусте, чтобы видео выходили чаще. Тема этого ролика, кстати, выбрана в голосовании именно там. Участвовать в этом чате можно за подписку в 1000 рублей. Кстати, на бусте уже лежит бонус ролик. Там мы рассматриваем подробнее, как Россия пыталась использовать мягкую силу в разных странах. В общем, ссылка в описании. Мягкая сила – это понятие, которое завораживает умы российских чиновников, политиков и аналитиков. Кто ты, мягкая сила? Где ты? О волшебная сила, покоряющая народы без единого артиллерийского выстрела! Как нам тебя заполучить? Думают об этом на Старой площади, думают об этом в МИДе, думают об этом на набережной, думают, да никак не придумают. А все потому, что мы все плохо понимаем, а что вообще такое? Это ваша мягкая сила. Мягкая сила – это не балалайка с самоваром. Но что же такое это на самом деле? Обычно под видом мягкой силы у нас пытаются продать продвижение русской культуры, причем в самых примитивных формах. Вот устроим в посольстве какой-нибудь страны русский фестиваль. Бабы в сарафанах и кокошниках там спляшут и споют что-нибудь казачье. Матрешки, лапти, самовар, балалайка. Понятие мягкая сила ввел в научный оборот американский политолог Джозеф Най. В 90-м году он опубликовал в журнале Foreign Policy статью, которую так и назвал Soft Power – мягкая сила. В этой статье Най рассматривает, как изменился баланс сил в современном ему мире. Роль классической жесткой силы, то есть военного подавления, по его мнению, снизилась в тогдашнем мире. Раньше страна с большими ресурсами могла просто потратить их на большую армию, захватить территорию и награбить на ней еще больше ресурсов. Получалось выгодно. Сейчас в большинстве случаев стоимость такого действия будет слишком высокой. И на первый план выходит сила, которую Най называет мягкой. Мягкая сила – это такая сила, с помощью которой одна страна заставляет другую страну хотеть того же, чего и она сама хочет. Это способность заставить другое государство действовать в соответствии с вашими интересами по ее собственному желанию, через привлекательное сотрудничество с вами, а не принуждение или подкуп. То есть задача сделать так, чтобы интересы другого государства совпали с интересами твоего, или по крайней мере, чтобы другое государство само так думало. Я говорю совсем не обязательно о каких-то сугубо меркантильных интересах. Лучшее, что страна может сделать для своей мягкой силы, это иметь привлекательный образ будущего, который она могла бы предложить другим государствам. Например, что говорят США и Евросоюз странам Восточной Европы, таким как Украина? Присоединяйся к нашей стороне, тогда ты станешь богатой и демократической страной, где соблюдаются права человека, есть сменяемость власти, а уровень жизни в будущем вообще сравняется с Западной Европой. Насколько это реалистично, это вопрос отдельный. Но мы видим, что миллионы человек верят в этот образ настолько, что готовы умирать за него с оружием в руках. Если ваша страна не имеет привлекательного образа будущего, ни о какой мягкой силе не может быть и речи. Ну нет мягкой силы у Судана или Центрально-Африканской Республики. И у России она будет сильной, только если мы приведем в порядок наши внутренние дела и определимся с будущим, в который мы идем. Мягкая сила американцев не в том, что их союзники любят ковбойские шляпы или какие-нибудь традиционные яблочные пироги, а в том, что страны верят, что быть союзниками США выгоднее, чем не быть. И потому что они верят в будущее американской системы. А русская мягкая сила поднимется тогда, когда и Россия сможет предложить миру свое видение будущего. А главное, сама в него поверит. Где взять людей, которые были бы проводниками нашей мягкой силы в своих странах? Ответ простой. Их нужно нам самим выращивать. Не перекупать, не перевербовывать, не пытаться очаровать балаичным концертом, а растить самим. Нам нужно играть в долгую. Можно сравнить российскую и западную политику в Казахстане, стране, где я вырос. Россия работает с казахстанской номенклатурой, советская еще по происхождению бюрократии. Основные инструменты влияния это закулисные договорники и коррупция. Они часто ситуативны, ведь у РФ нет в Казахстане действительно своих людей, которые бы работали вместе с Россией долгосрочно. При этом за годы независимости в Казахстане выросло целое поколение прозападных управленцев. Как же так получилось? Да потому что с ними работали. Их отправляли учиться в западные страны, с ними работали западные НКО, вплоть до буквально фонда Сороса. Давали возможности для образования, приглашали на курсы, стажировки и конференции. Включали в свои сетки, знакомили со своими людьми. Деньги при этом потратили совсем небольшие. Секрет ведь не в большом бюджете, а в возможностях для обучения и нетворкинга. В нашем правительстве на это смотрят как на какое-то жульничество. Мол, подлецы из Вашингтона заманивают честных казахов в свои сети. А это не жульничество, это нормальная политика. И нам на это нужно не злиться, а учиться делать так же. Сейчас, заканчивая наши университеты, казахи совсем не обязательно выходят пророссийскими. Потому что и во время обучения, и после они предоставлены сами себе. Они не включены ни в какие сообщества. Никто им не показывает и не рассказывает о том, как интересы России и Казахстана могли бы совпасть. Никто не предлагает даже совместных проектов и не собирает выпускников периодически. В общем, работа не ведется. Вместо этого у нас очень любят пытаться просто купить какого-то иностранного политика. Это тоже у руководства РФ считается мягкой силой. Хотя Джозеф Най прямо говорил, что кого можно купить, того можно и, сюрприз, перекупить. Он предаст вас, если кто-то предложит больше. Поэтому опираться в своем влиянии на продажных коррупционеров — это плохая затея. Они вас продадут и предадут. Тем более, когда у твоих конкурентов в руках чит-код на деньги. И надо опираться в итоге на тех, кого вы сами воспитали. В России часто путают понятия мягкая сила и публичная дипломатия. Публичная дипломатия — это инструменты, которые правительство и НКО используют для влияния на принятие решений в других странах. Публичная дипломатия отличается от мягкой силы примерно как удар кулаком отличается от накачанных мышц. Нет мускулатуры — как ни старайся, сильно ты не ударишь. Также и здесь — пытаться какими-то инструментами влиять на другие страны, открывать там вещания РТЛ, даже пытаться через аналитические центры готовить нужную аналитику — это неэффективно. Эффективно будет, если у какого-то процента элиты другого государства интересы окажутся такие же, как и у нас. Вырастили вы этот процент через обучение или просто ваша картина мира привлекательна — это не важно. Важно, чтобы человек помимо материальной мотивации быть за Россию имел еще и внутреннюю, нематериальную. Тогда это будет работать. В 2012 году Путин в своей статье «Россия и меняющийся мир» дал такое определение понятию «мягкая сила». Это, цитирую, «комплекс инструментов и методов достижения внешнеполитических целей без применения оружия, а за счет информационных и других рычагов воздействия». В этом определении получается, что «мягкая сила» — это такой набор хитрых трюков. Нажал на информационный рычаг — достиг цели. Более того, по его мнению, «мягкая сила» — это что-то зловредное и незаконное. Опять цитирую, «следует четко различать, где свобода слова и нормальная политическая активность, а где задействуются противоправные инструменты мягкой силой». Так считает Владимир Владимирович. Тогда речь шла еще не об Украине, кстати, об арабской весне. А может быть, стоит поучиться у наших коллег из океана? Ну, чтобы не упускать возможности. А пока что мы их упускаем. Недавно вот Сбербанк открыл в Узбекистане бесплатную школу программирования. Потенциально это хорошая история. Образование — лучший инструмент мягкой силы. Если школьник из Узбекистана будет знать, что его шанс в жизни — это русская школа в Ташкенте, это даст нам возможность работать с молодыми талантами страны, с будущей элитой. Это шанс нам самим воспитать новое поколение образованного класса Узбекистана. Но проблема вот в чем. Будем ли мы действительно пытаться привить ученикам этой школы нужные нам ценности? Или будут просто учить кодить, то есть давать чисто технические скиллы? Пока похоже, что второе. Вероятно, это поможет Сберу решить какие-то свои кадровые вопросы. Но увеличит ли это влияние России в Узбекистане? Сильно сомневаюсь. Есть, кстати, минимум один пример, когда мягкая сила РФ, похоже, сработала. И речь идет об Африке. Подробнее об этом мы поговорим в нашем видео для подписчиков на Бусти. Оно доступно по ссылке в описании. Поддержите нас, если хотите, и смотреть бонусные видео, и помочь каналу. Примеры использования мягкой силы мы можем найти в истории нашей страны. Зачастую куда более успешно, чем сейчас. Для этого перенесемся в регион, где Россия веками имела свои интересы. На Балканы. Русские цари считали себя законными защитниками православных народов Балканского региона. А их конкурентами выступали мусульмане из Османской империи и католики из Австрийской. Россия давала сербам возможность переехать в Россию. И не просто поселиться, но и достичь высоких должностей. На родине они могли бы добиться успеха, только сменив религию. Ведь сербы были православными, а их правители мусульманами и католиками. При этом русская власть в случае необходимости всегда могла направить местных уроженцев в качестве российских посланников в родные им края. Например, Михаил Милорадович, прадед знаменитого генерала, был командирован при Петре I в Черногорию для организации «Восстание против турок». Позднее Иван Войнович и Марк Ивелич поднимали своих бывших земляков на борьбу с турками и французами. Мы видим, как работает качественная мягкая сила. Растим свои кадры, чьи интересы, свобода сербов от турок и австрийцев, совпадают с нашими. А потом используем кадры в деле. Не забывала Россия и про образование. Вспомним историю святого Петра Цетинского, который в 17 лет попал в духовное училище в Петербурге. Став черногорским митрополитом, он почти полвека был главным союзником России на Балканах. Неоднократно лично сражался с турками и французами. И вот его слова. «Тот, кто против России, тот против всех славян». Или вспомним пример Александра Карагеоргиевича, первого короля объединенной Югославии. Когда он еще был сербским принцем, то учился в Петербурге. Сначала в училище правоведения, а потом в пажеском корпусе. Жил принц в императорском зимнем дворце. После 1920 года он, уже став королем, приютил в своей стране русских беженцев, многие из которых заняли видные места в югославской культуре и армии. Вложения в мягкую силу помогли русским даже после того, как российское государство ушло под воду. Давайте посмотрим, что отличает политику в Сербии Российской империи от нынешней политики Российской Федерации. Ведь сейчас тоже совершаются какие-то шаги по продвижению нашего влияния на Балканах. Студенты из Сербии и Черногории обучаются в наших вузах, хотя их и немного. Главный сербский храм Святого Саввы в Белграде украшен мозаиками русских мастеров за деньги Газпрома. Но государственная инициатива слаба. Чаще всего, если что-то делается, то частным порядком. Хотя страны небольшие, таких уж огромных денег от государства там не нужно. А вот в Российской империи поддержка осуществлялась на государственном уровне и в долгую. Особенно этот контраст виден сейчас, когда и США, и Евросоюз, и даже Китай вкладывают большие средства в свою мягкую силу. Через фонды, школы по бесплатному изучению языка или поддержку медиа. Россия же упускает возможности усилить свое влияние, даже когда они почти падают ей в руки. Например, еще на рубеже веков черногорская пророссийская оппозиция пыталась возродить газету «Голос черногорца». Обратилась к российским финансовым кругам с просьбой о помощи. Но денег им не дали, хотя уж на финансирование одной черногорской газеты их точно бы хватило. В итоге газета просуществовала с год и закрылась. А Черногория ушла в западный лагерь. Даже вступила в НАТО, хотя население было настроено к России дружественно. Программы учебы по обмену для студентов существуют, но нет системной работы. Западные страны еще в школе пытаются выявить успешных учеников и предлагают им разного рода стажировки. А мы нет. Работа со школьниками вообще не ведется. Курсы русского языка Россия формально предлагает, но фактически их не слишком продвигают, и популярностью они, к сожалению, не пользуются. Ведь в чем главная проблема? Сербские и черногорские студенты и школьники не понимают, если они получат образование в России, что это им даст? Какую выгоду? У Российской империи был ответ на этот вопрос. Она реально давала карьерные пути и дороги к лучшему будущему. А у нас пока нет. Вот и получается, российская мягкая сила остается в основном на уровне риторики и заявлений о многовековой дружбе. Матрешка, балайка, футбольный матч между Зенитом и Циреной Звездой. Так какой же вывод? А вывод простой. Мягкая сила — это не балайка, не матрешка и не фестиваль казачьей песни. А еще мягкая сила — это не палочка-выручалочка по волшебству, решающая проблемы руководства страны. И не загадочная суперспособность Госдеп США. Мягкая сила — это, еще раз, ваша способность принудить другое государство действовать в соответствии с вашими интересами по собственному желанию. Она начинается с работы над собой, нужно иметь привлекательный образ будущего, куда мы идем, и понимание того, где наши интересы совпадают с интересами соседей. Есть ли это понимание сейчас? Ну, пока что Россия даже толком не может сформулировать, что она хочет от других стран. Даже для самых близких стран, таких как Казахстан, руководство РФ не может сформулировать свое послание, не может дать ответ на вопрос, а в чем наши общие интересы? Зачем нам сотрудничать? Ради борьбы с переписыванием истории? Ради ВОВ? Ведь задача мягкой силы не в том, чтобы нас любили. Задача мягкой силы — выполнение внешнеполитических задач. И пока мы не сможем сказать другим странам, вот наши задачи, и это и ваши задачи, смотрите, наши цели совпадают, мы на одной стороне. Никакой до тех пор работающей мягкой силы у нас не будет. Нас ждет долгая и трудная дипломатическая просветительская работа. Шаг за шагом, организация за организацией, человек за человеком нам предстоит выстраивать наше влияние в зарубежных странах. Не стоит ожидать быстрых результатов. Семена, которые мы посеем, взойдут через 15, 20, а то и 30 лет. Это вот как только сейчас мы видим результат западных посевов в СНГ. Но когда они все же взойдут, Россия наконец-то сможет заниматься внешней политикой не в стиле постсоветских закулисных договорничков, а долгосрочно и на благо русского народа. С вами был Роман Юниман. Подписывайтесь на канал и подпишитесь на нас на Бусти, чтобы ролики выходили чаще. А еще обязательно поставьте лайк, это поможет нашим видео попасть в алгоритм Ютуба. Всем спасибо, что были с нами и до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!